всем привет 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 и добро пожаловать на мой канал на сегодня очень важное задание стане мы привезли демирчика на футбол гуляем тут по улице видели очень красивое дерево сейчас вставлю цветущие это вообще прелесть а сейчас покажу вам немножко райончик в котором мы находимся какая красота а запах вообще это весна это вот стадион вот она красная вы когда ездите вот море вот там вы когда едете вдоль набережной его видно за ним туда 5 м мигрос и вот здесь вот такой вот уютный райончик вот здесь за загородкой тоже вот школа как раз это футбольная галата сарай вот такие вот сеты ухоженные домики дома здесь высокие даже не знаю сколько домов в этом сете мне кажется что могут а 14 14 домов уже точно есть может быть даже и больше у них своя детская площадка мы тут проходили видели вот смотрите детская площадка чистенько уютненько хорошие уютные сети мы вернулись уже в наш район дымирчик у нас поиграл в футбол мы вернулись домой немножко пройдемся по улицам я вышла собак прогулять пока были в центре города очень много машин практически пробки везде еле с того центра выехали сейчас гуляю с собаками по улицам и тоже такое активное движение люди ходят гуляют по делам идут дети играют на улицах погода хорошая солнечная очень тепло в центре очень много машин очень много людей на набережной сегодня выходной все естественно гуляют очень много машин в 5м мегрос я сейчас приду домой расскажу вам про поездку в метро мы сегодня метро ездили что я купила и расскажу все расскажу подробности гуляем тут по улочкам и смотрите какая тут великолепная картинка на доме сидят красавцы сегодня на площадке есть дети играют мячик играют на площадке солнечных хорошо сегодня лет они тут ведь прям небо чистое чистое завтра обещают дождь а мы стане запланировали зато поездку к морю ну не знаю если будет дождь наверно ничего у нас не получится вернулась домой и как и обещала сейчас вам расскажу про поездку в метро сегодня выходной и по выходным дням турки любят поспать они долго долго отдыхают потом у них долгий завтрак и если не собрались а после обеда или там ближе к вечеру они начинают выезжать куда-то там в торговые центры закупку делать там продукты какие-то покупать это все у них происходит ближе к вечеру но мы сегодня стане поехали пораньше потому что нам надо было двенадцать тридцать отвезти керема дмира отвести на футбол вот поэтому мы собрались и приехали в метро наверно там где-то часов в одиннадцатом часу я немножко была удивлена потому что людей было много ну не то что прям там стало потворение ну вот не как обычно будем так говорить что зачем мы поехали что мне нужно было мне нужно было купить мясо я хочу я его и купила собственно цены не изменились на мясо вот кто помнит там я недавно рассказывала про цены на мясо в турции цена не изменилась вообще ни разу нисколько как она была в предыдущий раз так и сейчас купила мясо купила куриные грудки смотрю на столицу у меня там лежит куриные грудки хочу сделать там из части мяса отдельно кусочки отложить остальное хочу перекрутить на фарш у меня очень хорошо котлеты ест демирчик керем может съесть и я сама люблю котлеты и из фарша может быть даже сделаю пельмени налеплю ну вот если у меня будет время хибки будет на то желание а вот значит или что у меня щеку закончилась меня закончилось растительное масло но растительное масло можно конечно в любом другом магазине здесь купить ну раз уж мы тут поехали в метро то почему бы его не купить и каково было мое удивление что масло нет ну у них очень любят покупать 5 литровые бутылки вот такие эти фляги с подсолнечным маслом с растительным у них металлические такие большие карава там литров на десять и вот 5 литровки вот очень у них популярны турки в своей кухне они очень много используют растительного масла они там обжаривают любят картошку фри то есть вот расход масла очень большой а вот но в этот раз 5 литровых бутылок не был я так удивилась и это не в чем дело на это что быть не знаю что ли я врачу что с что случилось оказывается значит средствах массовой информации прошла информация там-то какое-то интервью министра сельского хозяйства где он значит сказал что связи с вот ситуации на украине в россии вы значит граждане не переживайте мы находим на чет но новые новых поставщиков новые страны из которых нам будет поставляться и дальше я так поняла что дальше был перечень продуктов это там мука растительное масло и еще что-то макароны да макароны вот ну и как вы думаете естественно народ воспринял это все как руководство к действию и все рванули в магазины говорят что очереди были колоссальные я потом созванивалась там с приятельницей она тоже говорит да ты шо говорит не знаю что масло это значит вот прям набирают я грану я в нашем магазине куплю по соседству на горит не купишь 5 литровых нет вот мне собственные 5 литров то не особо надо ну ладно вот и смотрю полка с макаронами так опустела полка с рисом вот с этими со всякими крупами тоже так всего пусть опустела видимо люди боятся что останутся без еды и закупают продукты ну на самом деле это это уже повторение истории потому что такая же история была и у нас в россии когда объявили локдаун что там сколько выходить из дома нельзя было я уж не помню там сколько недели две мы там месяц сидели вот что магазины нельзя будет покупать ничего сходить в магазины и вот начался массовый ажиотаж закупали гречку вы помните те времена когда гречка была там на и золото что нельзя было купить и пропали там макароны и мука то есть какие-то там другие продукты первой необходимости продукты питания то же самое происходит и сейчас но это происходит в турции то есть все все люди все народы все боятся остаться без еды ну собственно как и я тоже потому что я очень люблю мне у меня не важны макароны мне не важен рис кстати рис я тоже купила потому что у меня его нету его у меня просто нет я его даже не покупала вот как переехал сюда в эту квартиру рис даже не покупала думаю надо купить надо купить и приходишь магазин это знаете как соль спички и мыло пойдешь за ними обязательно их и не купишь про не забудешь наберешь всякого разного вот и точно так же я с этим рисом пойду думаю что-то накупить прошла мимо забыл ну чем все без риса на этот раз я уже и рис себе купила я не очень люблю рис ну может быть я сделаю плов что-то мне хочется плова захотелось ну посмотрим вот полки пустые не ну не то что прям вот прям выжженная трава ну что то там конечно есть какие-то там ну вот таких завалов нет но это в турции происходит я думаю что аналогичные ситуации происходят и в россии и в белоруссии я люблю я еще раз говорю мне вот эти крупы макароны все остальное мне вот они не очень важны я не очень их ем и мне наверное этого килограмма риса хватит я не знаю там на полгода точно вот но я мясоед не скрываю этого вот мне если будет мясо будет колбаса мне ничего не надо я буду вот этим тукой питаться с каким-нибудь салатиком картошки гарнир и меня как-то не очень волнует ну конечно когда-то там в охоточку съешь поэтому я набрала мясо и галя моя подружка тоже такая же у него на балконе полу большая огромная морозилка там выше меня ростом и она полностью забита всякими мясом окорочками курами там мясом каким-то свининой говядиной в общем все 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 подряд вот и я говорю галь это наш стратегический запас и случае с чего мы с голоду не умрем вот ну и поэтому у меня там тоже что что-то есть и сейчас я запасы пополню но мне нужно еще тузиков кормить они же у меня тоже что-то едят вот им я купила печенки сердечки ну и вот кроме мяса я уже сказала купила рис и там для посудомоечной машины эти капсулы ну вот в общем то и все покупки мои конечно мясо самая дорогая и куриные грудки из по потому что большое количество купила вот не стала покупая еще купила пачку макарон длинненьких таких спагетти потому что таня тут у меня готовила их использовала думаю пусть эта пачка восполнится пусть лежит придут внуки керем дмир они макарошки едят вот в общем то все покупки не стала я набирать ничего не рисов не не рис не макароны не муку мука у меня кстати есть там два килограмма пачка или три ну вот понимаете я не вижу в этом смысла большого купить эти макароны там 10 килограмм и сидеть над ними чахнуть ждать пока в них там жучки паучки заведутся они заведутся обязательно что еще рис купить то же самое макароны то же самое я помню ну вы наверно тоже все помните когда нам по талонам все раздавали его там сколько-то килограмм гречки сколько там килограмм макаронов а макароны были такие страшные страшные серые серые когда их варишь в кастрюле варили то вот какую кастрюлю не поставь в они прям вот весь объем этой кастрюли заполняют раскисают там вообще сопли сопли но у меня тогда была большая собака newfoundland и в общем-то время времена были голодные приходилось собаку кормить макаронами хотя конечно макароны собакам нельзя есть ну а что делать вот варили такие суп макароны туда картошку в общем все подряд какие-то там овощи кормили животинку вот таким вот образом ну сейчас такой необходимости нет в этих макаронах ну ну хорошо даже если я их там куплю сколько я и буду есть и в рано или поздно они закончатся придется покупать там еще и потом это же где-то надо еще сохранить на моей маленькой кухне то не хранить ну вот в общем вот вот так вот я поступила не знаю но у вас наверно тоже есть какие-то стратегические запасы там банки склянки какие-то там горошки ну горошек вот я например всегда покупаю там несколько ванок сразу три кукурузы там что еще из банок ну и может быть там какие-то консервы рыбные не знаю ну как-то я не очень так вот в этом плане запасливая рассказала вам про покупки рассказала вам про то что вот сейчас турции вот такой вот ажиотаж на растительное масло ну наверное еще там на когда что-то муку крупу тоже все рассказала не знаю не знаю что будет дальше но я вот месяц два наверно точно могу тут автономно жить ничего не покупая даже хлеб могу не покупать потому что у меня есть мука и я обязательно что-то испеку ну я не ем хлеб практически утром может быть бутерброд спасибо что были со мной спасибо что посмотрели и спасибо очень многим за слова поддержки и внимания за то что подписывайтесь на дзене вот я там смотрю мне уже пишут а мы я вас нашла там девочки я вас нашла найти нас очень просто под видео есть ссылка на дзен канал в описании под видео вы всегда можете туда перейти и там также смотреть наши видео и и либо подключить vpn потому что я уже слышала сегодня о том что youtube отключают от россии отключает youtube россия отключает но это понятно было что все так и будет смысл смысл россии приветствовать youtube если youtube закрыл рекламу для российских пользователей в том числе там было дело не в том что блогеры там теряют а дело еще в том что что на просторах youtube была реклама и российских производителей россии российских заводов там каких-то торговых марок и всего прочего ничего этого нет и зачем тогда этот youtube для россии нужен то есть вы в это оцениваете что блогеры бедные пострадают но это прям я вам хочу сказать что это очень маленькая часть айсберга все остальное находится под водой все то о чем мы даже не подозреваем про то что отключают карты виза и мастер карт от банковской системы я знаю тоже можете не писать мне быть в этом в комментариях я читать умею уже прочитала всю новостную ленту вчерашнюю сегодняшнюю я уже говорила о том что ситуация меняется ежечасно и возможно то что что я говорю сейчас через час уже будет не актуально ну вам хочу всем пожелать солнечного настроения мирного неба над головой и главное крепкого здоровья берегите себя берегите свои нервы и пусть будет мир во всем мире а сейчас я хочу с вами попрощаться увидимся в следующем видео и всем пока пока пока